Максим Миронов, профессор ВИЭ Бизнес Скул, сейчас с нами на связи. Максим, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Помните, перед принятием шестого пакета санкций от Европейского Союза глава дипломатии ЕС Жозеп Буррель говорил, я буквально цитирую, перефразирую, наверное, но тем не менее, мы должны остановить военную машину Владимира Путина. На этой неделе на сайте The Economist, довольно авторитетном сайте, давайте так, вышла статья с, скажем так, осмотром того, что такое российская экономика здесь и сейчас. Я так обобщаю, но тем не менее. Главный вывод автора в этой статье о том, что Российская Федерация не может, не имеет возможности вести интенсивную войну, но долгую войну, продолжающуюся, велотекущую, на это возможности есть. Тот же ФНБ есть, который может направляться. Как вы относитесь к такой характеристике нынешних реалий российской экономики в краткосрочной перспективе, ну и, наверное, в долгосрочной? Я, скорее, согласен, что действительно у России нет ресурсов, чтобы как-то резко нарастить мощь, наклепать новых снарядов, ракет и так далее, чтобы пойти в какую-то мощную атаку. Но в таком режиме, как идет сейчас, Россия может вести войну, но, в принципе, бесконечно. Много лет точно. Потому что год назад у многих экономистов, включая меня, была надежда, что Запад примет решение покончить с путинским режимом быстро. То есть идет резкие санкции, прежде всего на экспорт, а нефть и газа, а лишив были на денег. И тогда это могло бы спровоцировать очень быстрый кризис и в экономике, и финансовой. И тогда бы пришлось бы отступить. Но, к сожалению, не знаю, внутренний причин, либо коррупция, либо просто неумение принимать решение. Практически первые, более-менее существенные санкции на экспорт заработают только в конце декабря. И вот мы несколько отчетов аппликовали. Первый мы аппликовали в конце февраля, второй буквально с авторами из «Ишколы экономики» и как раз вот подогиб гидой группы Макпола и Мака буквально неделю назад. Мы видим эффект санкций, но он начал, во-первых, только в первом квартале 23-го года. В 22-м году Путин получил на 20% больше денег, чем в 21-м. То есть Путин нажился на войне, то есть он не только не потерял по сравнению с довоенной ситуацией, но он стал богаче. То есть в России было столько денег, что она не знала, куда их девать, поэтому рубль-то куплился в середине года, там до 50 рублей. Вот. И вот я в этом смысле скептично отношусь к эффекту новых санкций, потому что новые санкции, безусловно, будут изматывать российскую экономику. То есть уже российская экономика стала намного примитивнее, намного хуже, намного бедней. Но вот это все будет такая медленная деградация, но вот так, чтобы опустить экономику до уровня того, что Путин сказал, что все, я там не могу больше вать и ухожу, я думаю, что такие санкции просто обвести невозможно. То есть я думаю, что, конечно, нужно давить, но, как выяснено, что, во-первых, у Путина был целый год перенаправить экспортные потоки в другие страны, там, прежде всего, в Китай, в Индию и так далее, он нашел других партнеров. И, к сожалению, вот мы сейчас видим, что мощь Запада, она ограничена, и в том числе внутренними ограничениями, что вот кучу санкций наводили, но вот механизмы их инфорсмента, то есть контроля, это не было эффективно разработано. В той же статье, которая уже ссылалась, показываем, что есть компании, которые решают прайс-кап ограничения на нефть, и, в общем, мы не видим каких-то там активных действий. То есть в другой статье, которая сошлась, тоже, которая там при моем участии Financial Times была опубликована, что британская компания на миллиард 200 миллионов долларов всяких там полуприводников электроники поставляла, и вот пока Financial Times не опубликовала, в общем, ни британские, ни украинские, украинские даже официальные лица как-то ее не замечали. Вот, поэтому, мне кажется, ресурс он практически исчерпан, потому что вот нет желания у мира Путина додавить до того, чтобы он совсем там жить мощью, скорее это будет деградация. Конечно, это нужно показывать Путину, что пока он ведет войну, все будет плохо, но вот то, что это сможет, вот эти санкции смогут остановить войну в ближайшие месяцы, вот я просто в это уже, к сожалению, не верю, потому что нет консенсуса, есть сильные страны, которые противятся такой политикой, тот же Питаль. Да, вот если говорить о тех санкциях, которые уже введены, пусть и не до конца еще показали свой эффект, еще один маленький пример, тоже это издание «Экономикс», правда, называется «Экономикс Обзерветори», здесь вот конкретный пример о сложности нефтегазовой отрасли, и, как мы уже выяснили, экономическое благополучие России тесно связано, пишут журналисты, с перспективами, экспорта нефти и газа, и, естественно, санкции включают ограничения на продажу за баррель нефти российской, но тут я процитирую, как всегда, в условиях режима санкции ситуация более непрозрачна, чем это видно в цифрах, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что российские нефтяные компании получают больше дохода за баррель, чем указано в цене на нефть марки «Юрлс», к примеру, от ее продаж в различных странах, хотя и по саниженной цене по сравнению с эталонной нефтью марки «Брент». Это такой маленький пример, на самом деле, ведь таких отраслей много, поэтому, когда мы говорим о новых санкциях, может быть, стоит немножко больше делать акцента на вот таких вот обходных путях, которые использует Россия в разных отраслях, и здесь ужесточать контроль за этими нюансами. Нет? Абсолютно верно. Вы как будто цитируете вывод нашей статьи, которую мы публиковали как раз в конце февраля, что мы, насколько знаем, мы первые, которые показали на данных российского экспорта, что Россия продает нефть намного дороже, чем цена «Юрлс», и чем те публикации. Это было большое внимание прессы и большое внимание и украинских властей, и мировых, что вроде как санкции вводят. Россия там как-то организует утечки, периодически Бунберг и другие уважаемые издания, что она совсем дешево продавать нефть. А мы смотрим на реальные контракты, и выясняется, что она очень дорого продавать нефть, намного дороже, чем все думали. И как раз вот один из главных выводов на данных, что нужно концентрировать усилий как раз на соблюдении санкций, потому что вот весь 22-й год умные дядьки в красивых костюмах садились и обсуждали введение санкций, но вот введение такой-такой контроля, как это будет работать, то есть полиция, органы внутренние или еще какой-то специальный, вот не было создано. То есть я вам привел пример, ну и говорит про нефть, потому что мы в Фироле там, и вот я, пример, про британскую компанию, которая спокойно представляла в России в обход санкций ключ всего. Вот выясняется, что да, это там такие исследования, как я расследуем вот это дело, там, журналисты, но нету какого-то механизма в мире, чтобы просто соблюдать санкции. И вот мне кажется, пока они будут выработаны какие-то механизмы соблюдения санкций, контроля вторичных санкций, когда не будет там в доске позора и финансовым санкциям приличных компаний, которые помогают. Какие-то, мне кажется, ну вот разработка этих механизмов, она важнее, чем новые пакеты санкций. Потому что можно еще там десяток пакетов санкций сделать. А если они не будут выполняться, то в чем стынцов? То есть будет общество, такая уверенность, что мы санкциями очень-очень-очень на толку нет, а выясняется, дело просто нету механизм контроля. И, конечно, я считаю, что это более важная первоочередная задача контрольное выполнение санкций, чем разработка новости. Еще можно добавить так в отношении санкций. Financial Times не так давно сообщали о том, что Европейский Союз уже достиг потолка возможных ограничений. Хотя ранее в эфире Freedom мы также говорили, что есть еще алмазы, вы, Максим, также об этом говорите и пишите вы об этом постоянно. Есть еще ограничения, есть давление на Китай, которое может быть. То есть перечень еще есть в принципе. В отношении ВВП Российской Федерации. Марк Харрисон, автор книги 96-го, по-моему, года, делая обзор 42-43-го годов, сколько Советский Союз тратил тогда на войну, на поддержание своей армии, говорил о 60% ВВП. По данным Сипри, Российская Федерация потратила на свою армию около 4,1% в 2022 году. Как мы понимаем, увеличение трат, исходя из процентов ВВП, может негативно повлиять на социальные траты в Российской Федерации. Согласны ли с таким тезисом? Либо же убирать какие-то социальные выплаты, делать их меньше, урезать, можно так сказать, для Путина и для, в целом, российского руководства политического, ну, невыгодно, если мягко сказать. Ну, давайте, про советскую статистику, я не знаю, на сколько цифров. Это как в сравнении, Максим, это вот в сравнении. Я просто, да, не хочу сравнивать, даже потому что я слышал разные цифры, в общем, но смысл такой, что принципиально российская современная экономика, она отличается от советской. Именно поэтому она, что называется, намного более гибкая и может подстраиваться. И на самом деле Россия в прошлом году испытала сильнейший шок. Ну, просто я как раз тот экономист, который занимается анализом конкретных данных, импорта, экспорта, я могу сказать, что вот такого шока перераспределения торгов, потоков, ну, я не знаю, есть ли у нас вообще пример такой экономики большой в современной истории, когда вот такой мощный шок экономика испытала, когда реально, ну, с Евросоюза экспорт многих товаров упал там в 10 раз. Но тут же Россия перестроилась, потому что были бы деньги, и главное, что все равно в России есть рыночная экономика. Поэтому она, в отличие от советской, быстро адаптируется, и, к сожалению, у Путина довольно профессиональные менеджеры, которые там пробовали свои души дьяволы, но тем не менее они неплохо работают, они как-то не мешают. Они скорее помогают подстраиваться, не делают каких-то таких явных ошибок. Действительно, вы правы, что вот ВВП, то, что он не упал или упал там немножко, это в большей части из-за роста военных расходов, потому что если вы потратили на войну, то это идет ВВП. То есть вы там потратили на танк 5 миллионов долларов, неважно, сколько там вы на нем украли, это все идет ВВП. И мы видим, что как раз вот доходы людей и производство этих нормальных товаров, оно резко снижается. Там уже есть статистика за 23 год по тратам на машины, на бытовую технику, на компьютеры, на телефоны. Они там 20-30% падения. Значит, люди стали беднее, потому что когда становится беднее, вы, наверное, еду не сильно меньше покупаете, что-то есть хочется. Вы скорее всего начинаете экономить на товарах длительного пользования. Вы там реже покупаете новый холодильник, новую машину, ну, все-таки товары, и мы видим очень большое падение. Значит, что, несмотря на то, что ВВП упал не сильно, но вот падение доходного поселения, оно довольно значительное. И оно отражается, я не верю в статистику, которая показывает, что это 1% падения. Вот падение доходов по категориям, которые я сказал, показывает, что падение, оно там как минимум 10% просто исходя из падения расходов по кучевым товарам. Плюс не стоит забывать, что вот инфляция для бедных, она больше, чем инфляция для богатых, да, потому что продукты и другие товары, они не подражали больше, чем, не знаю, чем походы в рестораны или аренда квартир, которые посыпало в Москве, то, что там многие уехали. Вот поэтому, конечно, вот такой путинский электорат, социальные расходы, социальные расходы тоже, они падают в реальной оборудовании, потому что дексация идет меньше, чем реальная инфляция. Вот. Они все страдают, это чувствуется. Но, как мы обсуждали, по-моему, в вашем эфире много раз, Путин построил, во-первых, большую большую пропаганду, которая, ну, просто поглотила не только интернет, не только телевидение, но и интернет, и она вообще вот все поглощает. Ну и мощную машину полицейского, даже не то, что сказать, произвола, а вот полицейские репрессии, да, что вот все под колпаком, и путинская пропаганда вам объяснит, что падение ваших доходов виноваты злые славы от НАТО, которые защищают молодую Советскую Республику и не дают ей расправить крылья, поэтому, если бы мы вас не защищали, то вас бы давно там в рабов, там не заставили бы там на геях жениться и что остальное, да. А силовой аппарат, если там кто-то все-таки там прозрел и решит высунуться, или там даже рисунок нарисовал, где российские ракеты бомбят там украинские дома, то, в общем, вас в тюрьму отправят. Вот комбинация вот этих двух вещей очень неплохо работает, и поэтому я не знаю, насколько должно нам упасть состояние населения, чтобы какой-то реально народ вышел так вот силами и сказал «хватит», потому что все равно Россия сильно ушла вперед по доходам за последние 30 лет, и вот этот путь, он еще очень большой. Именно поэтому я начал наш разговор, потому что я не верю в ту историю, что какие-то такие экономические проблемы заставят Путина прекратить войну. У него, к сожалению, очень большой резерв, и мир не готов, в общем, резко его сокращать. Да, вот вы правильно отметили, тут в аналитике как раз и говорится, что по прогнозам бюджетные расходы на 23-й год из российского ВВП увеличится как раз на 50% не только на армию, не только на военный комплекс, но еще и на тюрьмы, на прокуратуру, то есть как их называют в мире снасиловиков. Не просто ж так в Госдуме говорят, да, о врагах народа. Нужны ж места, куда этих врагов народа помещать. Вот знаете, да, вот в украинских соцсетях очень популярны, что типа, да, вот россияне поддерживают войну, посмотрите, соцсети там пишут себе войну, так ты против войны написаешь, что там у тебя там либо ребенка отнимут, либо вот люди там не понимают, что доносы идут, вот как вот это известный случай, что девочку отняли у папы, а папа в тюрьму. Там же учитель донесла, откуда вот могли фейсбэшники узнать, что ребенок нарисовал рисунок, что российская ракета летит в украинский дом, да? Это же учитель донес в ФСБ. Вот, и поэтому вот такая атмосфера страха, что там вот на другому мужику дали, мы слышали там несколько, там, по-моему, 7 лет дали, то, что он телефон с кем-то обсуждал, он сам изначально из Украины, по-моему, из Гучи, и он как раз обсуждал там с другом все ужасы, и выяснилось, что его прослушивали там по-другому делу, и так как его прослушивал вот какой-то майор ФСБ, он, это значит публичное распространение информации, ну, в России только публичное распространение информации, и это реально вот приводит сюда, что ты с другом разговаривал, так тебя прослушивали, значит, вот человек пострадал, он там дискредитировал российскую армию по телефону, ну, в общем, они, по-моему, 7 лет дали человеку. Вот, и, конечно, в такой атмосфере ждать таких массовых проявлений протеста, даже если будет ситуация ухудшаться, к сожалению, очень не приходится. В финале просто ваши прогнозы, вот те, кто скептически относится к краткосрочному воздействию санкций на Россию, они очень позитивно смотрят на долгосрочные эффекты. Вот какие-то долгосрочные перспективы санкций для России, и какие-то сроки эти вы назвать можете? Ну, долгосрочно российская экономика будет, вот она идет обратно, да, то есть все экономики в мире, всю историю, они либо стоят на месте, либо идут вперед. То есть очень мало деградаций, да, но в Финске, это как вот вы там уже были в бронзовом веку, а вы вдруг забываете бронзу, идете в сторону камней. То есть сначала там теряете часть орудий, потом все, и в Финске вы идете назад. Вот, но так как, еще раз, все равно экономика прошла очень далеко вперед, деградация будет медленной, ну, машины будут не такие, как, не знаю, там, пару лет назад, но будет как 15 лет назад. Ну, люди же ездили на 15 лет назад на машинах, и сильно по этому поводу не страдали, да. Телефоны будут не айфоны, а будут там попроще андроиды. Это не будет вот какой-то такой катастрофы, не будет ужасов, экономических катастроф, там, 20 века, то есть не будет, там, вот, тот же там Гладомор, да, вот, который был, ну, в Советском Союзе, большинство в Украине территории, он же был выигран на камнейской катастрофе, когда вот Сталин решил зерно менять технологии, и вот он столько его продал, что просто не было людей, и они умерли от голода. Вот именно, или, там, варенье гражданской войны, когда там была подразверстка, и что остальное, когда отбирали еду, потому что, в общем, не было бы диспорства, там, или послевоенный голод был в Большой Советском Союзе. Вот такого ждать не стоит, потому что экономика прошла настолько впереди, что вот есть, будет всем достаточно. Поэтому вот именно, кто надеется, что вот Россия скажется по такую катастрофу, этого не будет. А если у тебя там, не знаю, не айфон, а андроид, если у тебя там не немецкая машина, а китайская машина, ну, в общем, в Советском Союзе там считалось, что «Жигули» была суперкрутая машина, а «Волга» была там космическая машина. А если у тебя дача деревянная, где там туалет во дворе, это вообще считалось олигархом, да? Ну, как-то жили спокойно вот там. И скорее, это будет и в эту сторону, причем это будет очень долго, это будет 5-10, это будет долго. И я считаю, что война, конечно, должна раньше закончиться, потому что Украина страдает немного больше. То есть мы можем сказать, там, страдание России, но украинская экономика по всем показателям попадает намного дольше. И это, кстати, стратегия Путина. Он понимает, что сельская экономика почувствует себя плохо, каждый год хуже, но украинская экономика по многим показателям, и с точки зрения там демографического кризиса, все остальное, чувствует себя с каждым днем намного хуже. Ну, так, так и культурное, что долгая война выгодна Путину. Поэтому нужно ее быстро заканчивать. Надеюсь, победой Украины вот чем раньше, чем лучше. Максим, вы сказали о автомобилях. Да, я решил быстро просто посмотреть, сколько сейчас «Москвич» новый стоит 2022 года. Третий «Москвич» миллион четыреста двадцать тысяч, электронная версия почти три миллиона в сравнении с тем же «Киа», который пока что представлены, эти автомобили. Ну, цена хорошая, цена высока. И я не знаю, кто из россиян среднестатистических, если мы можем так говорить в контексте настолько большой страны, может себе позволить отечественное производство. Наверное, это тяжело. Ну, вы же слышите, что это не «Москвич». Вы слышите, что это «Москвич»? Ну, конечно. «Максим, это же, знаете, и тебя вылечат, и меня вылечат. Вот так вот. «Москвич». И вот народ не выходил на протесты. Вот единственный такой более-менее масштабный экономический протест был, насколько я знаю, в Советском Союзе, да, такой активный. Это в Новочеркасске, да? Ну, слышали, когда цены там подняли, постреляли всех, и все разошлись. Вот и все. Но все-таки даже как вот ухудшение, как даже в Новочеркасске, вот не планируется. Можно на старенькой машине, я не знаю, вот вы на Кубе были, я был на Кубе, правда, давно, там, 20 лет назад. Вот 20 лет назад, там вполне себе много было еще у американских машин до Кастера, да, там, 50-х годов. То есть, ну, вот, можно чинить, в конце концов, когда у тебя, ухудшается ситуация, у тебя удешевляется сильно труд. То есть, если раньше ты покупал новую машину, потому что неэкономически выгодно было чинить, когда у тебя труд дешевеет, ну, начинает покупать, не знаю, начинает ремонтировать старый. Начинает импортировать бэушную. Вот в 90-е годы, когда открылся рынок, вот я сам в Новосибирске, в Сибири, тут же весь город заполонили бэушные японские. Просто шли целые там проходы с Японии, с бэушной машиной. Потом они все пропали. Почему? Потому что народ стал богаче и понимает, что нужно купить новую. Ну, опять пойдут два бэушные с Европы, с Японии, с Китая. Вот. Это не является таким гилбрейкером, да, ты не можешь купить новую машину, ну, будешь покупать не новую. Это можно жить, в общем, спокойно. Для сравнения, Максим, спасибо большое вам за разговор, спасибо большое вам за анализ. Субтитры сделал DimaTorzok,